75-й Венецианский кинофестиваль проходит в Италии. Он считается старейшим из всех известных киномероприятий. Впервые его провели в 1932 году. С 29 августа до 8 сентября более 20 фильмов борются за награду «Золотой лев». Конкурсное жюри пересмотрит киноленты и определит победителей. Уже показали ленту украинского режиссера Сергея Лозницы «Процесс». На показе побывала и корреспондент ВИИ-ТВ Тамара Кононенко. На Венецианском кинофестивале несколько площадок. Основные показы и все церемонии проходят в Салагранде. Здесь свой фильм презентовал и украинский режиссер Сергей Лозница. Сейчас уже 4 года спустя, после того, как Олега арестовали, 4 года он в российской тюрьме находится. Я говорю все те же слова с той же сцены. И к этому протесту уже присоединились очень известные писатели, лауреаты Нобелевских премий. Нобелевской премии, известные политики и такие организации, как ООН, ОБСЕ и так далее. Сегодня 117-й день его голодовки, которую он держит, начиная с мая. Все-таки я не оставляю надежду, что здравый смысл проснется. И тот человек или те люди, которые могут решить судьбу Олега, все-таки сделать так, чтобы его судьба изменилась и чтобы трагедия не случилась. В Венецию режиссер привез документальную ленту «Процесс» о сталинских репрессиях начала 20 века. В центре картины так называемое дело промпартии. Тогда по сфабрикованным обвинениям были осуждены сотни людей. Под давлением правительства они были вынуждены давать ложные показания не только против своих коллег, но и против себя самих. Перед показом Сергей Лазница отметил, что эта ситуация очень напоминает ему нынешнюю. В частности, вспомнил всех украинских политзаключенных, среди которых и Олег Сенцов. Я не знаю много о процессе. Это происходит в России. Я надеюсь, что познакомлюсь с культурой и это станет хорошим опытом. Фильм Сергея Лазницы «Процесс» был показан вне конкурса. В основной же программе участвуют несколько десятков картин. 8 сентября мы узнаем, кому достанется главный приз фестиваля «Золотой лев». Тамара Кононенко, Дмитрий Гришко из Венеции для UATV.